МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. В ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Зритель меняет предпочтения. Разговор о проблемах и тенденциях развития регионального телевидения состоялся в студии Радио Лемма. Океанские хищники. Приморский океанариум впервые провел День акул. Мы хотим, чтобы посетители дали для себя ответ. Все-таки акулы друзья нам или все-таки враги? Собака – друг леопарда. Спаниель помогает вырастить детеныша редкого хищника в зоопарке Садгород. Девочке леопарду Стефани сейчас всего месяц и несколько дней от роду, но она кушает уже каждые три часа. Вполне комфортно, чувствуя себя со своей мамой Шерри и сестрой Багирой. Также в выпуске. Большое нефтяное пятно приплыва на пляж Волчанец-1 в партизанском районе Приморья. И еще расскажем, дизайнер-подросток из Владивостока пройдет стажировку у известного российского кутюрье. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Владивосток минувшее воскресенье отметился нелепым трагическим происшествием, которое произошло в районе дома номер 151 на проспекте Столетия Владивостоку. Неизвестный молодой человек забрался на балкон девятого этажа, а затем, обхватив висящий рядом кабель, полез по нему, как по канату. Его целью была соседняя высотка. Экстремал, впрочем, не рассчитал своих сил. Преодолев около двух третий пути, он бессильно повис на проводах. За происходящим с ужасом наблюдали жители дома. Они вызвали на место происшествия экстренные службы. Увы, предотвратить трагедию никто не успел. В какой-то момент парень сорвался с кабеля и полетел вниз. Прибывшие на место трагедии медики зафиксировали факт смерти. Все происходящее, в том числе сам момент падения, снял на сотовый телефон один из очевидцев трагедии. И вскоре он появился в сети. К слову, подобных экстремалов во Владивостоке хватает. Так, в комментарии к видеозаписи, один из горожан рассказал, что несколько лет назад он стал свидетелем похожей трагедии. В этот раз некий молодой человек решил прокатиться по кабелю с помощью футболки. С одного дома на другой. Безумная затея закончилась весьма предсказуемо. Пляжный отдых в минувшие выходные был испорчен у тех, кто решил насладиться морем поблизости от находки. Большое нефтяное пятно приплыло на пляж Волчанец-1 в партизанском районе Приморья. На то, что весь берег подкрыт черной массой, пожаловались отдыхающие. Люди боятся заходить в воду. Купаться там невозможно. Весь берег в мазуте. Как прокомментировал агентство Прима-Медиа оперативный дежурный Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, сообщение о загрязнении территории получено. Специалисты работают. Ведется проверка. Суда обеспечения Тихоокеанского флота приступили к установке рейдового оборудования для парада кораблей ко дню ВМФ России во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОВ. В акватории Амурского залива работают два судна обеспечения флота. Силу вспомогательного флота выставили около 10 железобетонных массивов с металлическими бочками для швартовки боевых кораблей в составе парадного строя. Всего для обеспечения праздника ВМФ во Владивостоке подготовлены 28 комплектов рейдового оборудования. Еще 8 сборок при необходимости могут выставить на внутреннем рейде бухты Золотой Рог для первого дальневосточного морского салона, который пройдет во Владивостоке накануне дня ВМФ. Планируется, что к середине следующей недели все рейдовые комплекты будут готовы к швартовке кораблей. По поручению главы региона Андрея Тарасенко в адрес правительства России направлено письмо с предложением освободить от корабельного сбора малотоннажные и маломерные рыбопромысловые суда. Ранее глава Приморья Андрей Тарасенко согласился с доводами предпринимателей края и вышел с инициативой внести изменения в правила применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации. Позицию приморского бизнеса представила руководителю региона уполномоченный по защите прав предпринимателей по итогам встречи с предпринимателями находки. К уполномоченному обратились представители рыбопромышленной компании «Рыбацкий путь». Маломерные и малотоннажные суда чаще заходят в порты и поэтому вынуждены чаще платить сбор, а это серьезная финансовая нагрузка. Предприниматели были в отчаянии и обратились с просьбой о снижении нагрузки. Я направила служебную записку главе края. Руководитель приморья готов слышать бизнес. Оперативная реакция органов региональной и федеральной властей впечатляет, обозначила бизнес-омбудсмен. Отметим. Ранее глава региона подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры приморья требует значительных преобразований. Одна из главных задач – это снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Напомним, вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля. Глава края подчеркнул, что намерен навести порядок с рыбой. Успешный опыт работы общественных наблюдателей на выборах президента России в марте 2018 года будет перенесен и на региональный уровень – на выборы главсубъектов и парламентариев. В марте этого года за соблюдением избирательных прав приморцев наблюдали более 2000 человек. Специально для этого были заключены соглашения с общественными организациями, в том числе ветеранскими и профсоюзными, а также с ведущими вузами края. В сентябре этого года в Приморье пройдут выборы губернатора края и до выбора депутатов законодательного собрания. По словам председателя общественной палаты Бориса Ступницкого, в Приморье необходимо подготовить корпус наблюдателей, чтобы выборы прошли максимально легитимно и права избирателей были полностью соблюдены. Напомним, досрочный выбор губернатора Приморского края состоится в единый день голосования 9 сентября. О своем выдвижении на выборы избирком уведомили в Рио губернатора края Андрей Тарасенко, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко, депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева. Как сообщает РИА Новости, руководителем предвыборного штаба в Рио губернатора Приморья стал экс-глава МЧС Владимир Пучков. О проблемах и тенденциях развития регионального телевидения, о том, как удержать взыскательного зрителя местным телеканалом и почему журналисты сегодня перестают быть героями. В студии Радио Лемма состоялся профессиональный разговор с опытными специалистами. В гостях у журналиста Андрея Калачинского побывали главный редактор восьмого канала Ирина Кельневая и главный редактор общественного телевидения Приморья Олеся Исевич. Как сохранить доверие телевизионной аудитории, выясняла моя коллега Светлана Садовая. Восьмой канал в апреле этого года отметил свое пятилетие. Это самая молодая телестудия, которую можно считать серьезным конкурентом ОТВ Прим и ВГТРК Владивосток. Рост популярности, а восьмерку в сети интернет и в кабеле смотрит без малого 2 миллиона человек, начался в непростое время. Регулярные жалобы пользователей стали причиной отказа от работы с одним из провайдеров компании «Подряд». Пришлось срочно налаживать онлайн-вещание в сети интернет, расширять количество провайдеров. Сегодня восьмой канал в пакетах Ростелекома, Владлинка и Альянса. Зато теперь меньше нервных звонков о некачественной работе подряда. Какой у вас опыт работы с подрядом? Как потребителя, как клиента? Да, да, я понял вопрос. Добрый день. Опыт у меня был такой. Значит, когда я подключился к этому... К сети. К сетику услуг. Да. Вначале все было хорошо, потом начались мелочи, которые в итоге и предопределили мое дальнейшее отношение. Это была некачественная техническая поддержка и некачественный сигнал. Региональное телевидение, считает Андрей Калачинский, сегодня на распутье. Зритель меняет предпочтения. На смену журналистам приходят блогеры со смартфонами. Люди хотят избирательно получать интересный, содержательный и качественный контент. Ирина Кельневая с ним согласна. Говорит, идет замещение кнопки телеканала на более удобные и доступные цифровые и мобильные устройства. И телевизионщикам в борьбе за зрителя нужно делать смелые шаги вперед. Быстрый рост подписки и просмотров восьмого канала в Ютуб, уверена она, это подтверждает. 13 миллионов просмотров всего за два года, поэтому «Восьмерка» продолжает двигаться в сторону социальных сетей. По городу Владивостоку целенаправленно работает восьмой канал. То есть на самом деле... Вы и так есть городской канал, прежде всего. Да. Зритель Владивостока, если он не смотрит восьмой канал, то он очень многого недополучает. Это просто вам скажу, как так же гражданин и житель Владивостока. Потому что узнать, где перекрываются дороги, какие ближайшие культурные события, какие происшествия, какие тенденции. Ну, те же самые люди дают напрямую видеокартинку с места событий. То есть это все восьмой канал. Общественному телевидению «Приморья» в этом году исполнилось 20 лет. В ГТРК 63 года. Но все в поиске новых методик. ОТВ «Прим» пережил как падение, так и взлеты, рассказывает главный редактор общественного телевидения «Приморья» Олеся Исевич. Канал идет на прямой диалог со зрителями, осваивает социальные сети. Олеся Исевич уверена, инициатива аудитории поможет создать идеальное телевидение. Мы проводили опрос, что люди хотят видеть в эфире. Понятно, что там начинается ротация. Люди начинают другие предлагать какие-то решения. Не только то, что ты их спрашиваешь. Но мы сейчас ввели вообще интерактив по всему эфиру. Мы даже сейчас гостей зовем в программы просто телезрителей, которые хотели бы приехать из края, поучаствовать в любом проекте. Но понятно, что та аудитория, которая готова высказываться, что должно быть в эфире, это не Инстаграм, и даже не Фейсбук, и не Одноклассники. Новое имя на телевизионном небосклоне «Приморья» – канал «Восток-24». Вещать он начал совсем недавно и только собирает свою зрительскую аудиторию. О новом телеканале по телефону рассказал его шеф-редактор Максим Бардаков. Наш округ очень разношерстный, большой, разный в плане культуры, разная социокультурная особенность у жителей нашего региона. Потому что в Приморье живут люди с одним менталитетом, в Якутии с другим. И, разумеется, создание подобного канала – это наша стратегия, наше планирование. Мы к этому долго шли, мы понимали и важность, необходимость создания такого канала, который объединил информационное пространство отдельно взятого региона. Привлечь внимание зрительской аудитории, уверены журналисты, можно только честностью. Идеология, считают они, людей только раздражает. Поэтому любую новость по-прежнему надо рассказывать, объективно приводя все точки зрения. Эту тенденцию временем не изменить. Светлана Садовая, Станислав Лазебный, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Оптимизировать транспортную систему Владивостока помогут исследования математиков ДВФУ. Ученые университета выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований на разработку современных решений по анализу, моделированию и оптимизации транспортных процессов. Результатом проекта должен стать пилотный вариант интеллектуальной транспортной системы для Владивостока, которая улучшит качество жизни в городе и будет способствовать его развитию. Ученые полагают, что с помощью их разработок можно будет создать информационно-вычислительную систему, которая будет прогнозировать загрузку транспортной системы Владивостока в зависимости от разных условий и поставленных задач. В режиме реального времени она сможет учитывать аварии, перекрытие движения, погодные условия, пробки и будет предлагать оперативные сценарии для решения возникающих проблем. Также система позволит производить объективную оценку экономических, экологических, социальных эффектов от различных транспортных проектов. Исследование рассчитано на три года. Известно, что интеллектуальные транспортные системы используются в зарубежных странах уже около 40 лет. Также они востребованы и в России, особенно в городах с такой сложной транспортной ситуацией, как Владивосток. Тем временем морские биологи провели для жителей и гостей Владивостока просветительскую акцию. В Приморском океанариуме впервые прошел экологический праздник – День акул. Организаторы мероприятия предложили маленьким посетителям и их родителям пройти познавательный квест и по его окончанию ответить на вопрос «Акула – друг человека?». Правду о морском хищнике узнавал и наш корреспондент Дмитрий Беломестнов. Акула – друг человека. Приморский океанариум предложил найти ответ на этот вопрос. Кто такие акулы, почему их не стоит бояться и как вести себя при возможной встрече с этой рыбой? День акул здесь устраивают впервые. Мы хотим, чтобы посетители дали для себя ответ – все-таки акулы друзья нам или все-таки враги? Для всех посетителей приготовили много интересного в виде специального маршрута. Путешествие начинается с рассказа про эволюцию жизни в океане. Здесь находятся первые аквариумы с героями праздника. Рассказали и об отношениях между человеком и акулами. И здесь сотрудники постарались развеять миф о чрезмерной кровожадности океанских хищников. Участников квеста познакомились с ближайшими родственниками акул – скатами. И те, и другие – хрящевые рыбы и сильно отличаются от костных. Многие из посетителей не смогли отличить плащеносную акулу от ската. Завершился маршрут у тропического тоннеля, где самая плотная в океанариуме концентрация акул. Это очень интересная вещь и нужно проводить не только про акул, но можно разнообразить и про всех остальных морских обитателей. Самым маленьким гостям за правильно выполненные задания вручали рубиновые акули зуб. К финишу их набралось уже на целое ожерелье. Ни одна акула от этой затеи не пострадала. Копии зубов отпечатаны на 3D-принтере. К слову, акулы часто меняют зубы. И те, что живут в океанариуме, тоже. Люди меньше боялись акул и больше за них страх пропал. Они верили, что они не страшны и можно не убивать их и стоять против всего этого браконьерства, которые могут выйти в море и убить белую акулу, снять зубы и продавать на черном рынке. В конце маршрута участники могли сфотографироваться на фоне акул и выложить снимки в соцсети, где отвечали «либо акула враг, либо друг». А самое главное, гости узнали, стоит ли убрать знак вопроса из названия мероприятия. К слову, сами биологи считают, что кровожадный образ акулы слишком преувеличен. Сейчас уже человек становится главным врагом морских хищников. Из-за бездумного истребления некоторые из них оказались под угрозой вымирания или получили охранный статус. Кстати, совсем скоро посетители океанариума смогут увидеть в экспозиции и акул-катранов, обитателей вот Японского моря. Несколько особей уже отловлены и сейчас проходят карантин. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Арт-этаж приглашает на выставку проекта «Открытые системы». Дизайнер-подросток из Владивостока пройдет стажировку у известного российского путюнье. Потомство дикого леопарда в неволе получили впервые за 60 лет. Котята родились от приморского хищника, питомника московского зоопарка. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Арт-этаж приглашает на выставку проекта «Открытые системы». Дизайнер-подросток из Владивостока пройдет стажировку у известного российского бутюрия. Потомство дикого леопарда в неволе получили впервые за 60 лет. Котята родились от приморского хищника и витомники московского зоопарка. Арт-этаж приглашает на выставку «Открытые системы». Это проект столичного музея современного искусства «Гараж». Он рассказывает о различных типах художественной самоорганизации, их стилистических особенностях и региональной специфике. Владивосток стал городом, где проект «Открытые системы» завершает трехлетнее путешествие по стране. За это время выставка прошла в семи городах, а к первоначальному исследованию были добавлены 29 инициатив. Подробности в нашем следующем сюжете. Стрит и видеоарт, фотоотчеты с концертов и показов одежды. Печатное издание, служащее платформой для высказывания художников со всей страны. Здесь собрано многое. Этим летом во Владивостоке завершается серия выставочных проектов Московского музея современного искусства «Гараж». Открытые системы, опыты художественной самоорганизации в России с 2000 по 2018 года. Мы забрали около 80 самоорганизованных инициатив. То есть это сообщество людей, которые собрались делать что-то вместе, делать искусство, творить и экспериментировать. Во Владивостоке экспозиция дополнена материалами о дальневосточных некоммерческих инициативах. Управляемые художниками уличные фестивали и квартирные показы, выставки в заводских цехах и подземных переходах отражают очевидное стремление молодых арт-деятелей к автономии и деятельности, независимой от государственной идеологии или привычных музейных форматов. В течение трех лет эта выставка ездила по разным регионам России. Это последний город. И наш проект завершается на Владивостоке. Во Владивостоке мы нашли несколько самоорганизаций художественных, и мы их включим в наше общее гаражное исследование. На выставке представлены такие самоорганизации, как Владивостокская школа современного искусства «Коробка», проект якутских художников «Артбокс» и хабаровский «Чикензин», а также «Три клёвых парня» «Цезарь Тренога», «Дальневосточные разлучницы» и «Фэшн Юродивый». В Шоссеи образовательная самоорганизация, объединяющая с 2015 года не только художников, но и деятелей с потенциалом кураторов и критиков. Здесь представили несколько работ, например, феминистки «Перформанс Коврик», который символизирует гонение на женщин от женщин. На тех женщин, которые признавались в сексуальном домогательстве. В общем, они с балаклавок, с надписями «Сама виновата» плели коврик из женских колготок. Коммуны и творческие мастерские, квартирники и уличные ассамблеи – все эти и многие другие версии самоорганизации были условно разделены на четыре группы в зависимости от места, где проходили выставки, акции и прочие мероприятия. Оценить представленные работы можно до 29 августа. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. В продолжении темы творчества и креатива. 14-летняя Елизавета Рослик из Владивостока стала победительницей конкурса по направлению фэшн Всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Этой осенью она отправится в Москву на двухнедельную стажировку к известному российскому кутюрье Юлии Далакян. Напомним, весной этого года ведущий телекоммуникационный российский оператор совместно с администрациями Приморского края и города Владивостока запустили в регионе масштабную просветительскую программу в сфере моды для талантливых детей и подростков в рамках Всероссийского творческо-благотворительного проекта «Поколение М». В конкурсе приняли участие юные модельеры в возрасте от 11 до 18 лет. А чтобы поддержать и вдохновить участников, в мае во Владивосток приехала куратор проекта, известный российский дизайнер Юлия Далакян, которая провела мастер-класс для ребят, а также представила собственную коллекцию в Дальневосточном федеральном университете на масштабном шоу. Кстати, уже в сентябре стартует новый сезон проекта «Поколение М». И ребята в возрасте от 6 до 18 лет смогут выбрать любое из творческих направлений от режиссуры до робототехники. При этом региональный этап конкурса вновь пройдет в Приморье, в этот раз для юных фотографов. Осенью участники увидят кадры, которые изменили мир на выставке лауреатов международного конкурса «World Press Photo» и узнают о тонкостях профессии на творческой встрече с известными российскими фотографами. Тем временем котята дикого дальневосточного леопарда родились в питомнике московского зоопарка. Дальневосточный леопард по кличке Николай после травмы, отправленный из Приморской тайги в Москву, стал отцом двух котят. И это первый за 60 лет случай получения потомства редчайшего хищника в неволе. Как сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда», с появлением на свет котят Николай стал основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Он – первый носитель новой крови из дикой природы с 1956 года. Ведь именно тогда официально был запрещен отлов этих кошек. В будущем потомки Николая могут вернуться в леса юга Дальнего Востока. Кстати, отец не участвует в выращивании и воспитании потомства. У большинства крупных кошек детенышами занимается только самка. В центре воспроизводства редких видов московского зоопарка котята родились в июне, но заботливая мать оберегала их и скрывала от глаз посторонних в берлоге. И только в июле специалистам удалось осмотреть котят. Оба малыша – самцы. Пока они питаются только материнским молоком, а вот мясо начнут есть лишь в трехмесячном возрасте. На данный момент зоологи тщательно наблюдают за самочувствием семейства. А вот в приморской столице, в зоопарке Садгород, потомство получили от африканского леопарда. Однако здесь мать прославилась не самым примерным поведением по отношению к своему потомству. Детеныша вынуждены были изъять у нерадивой родительницы и передать на воспитание обычные домашние собаки. А сводной сестрой маленького леопарда стал щенок Багира. В гостях у экзотического семейства побывал мой коллега Евгений Черемухин. В зоопарке Садгород, что в пригороде Владивостока, вот уже месяц, как бок о бок с людьми, живет настоящая гроза саванн. Стефане осталось только немного водрасти. Детеныша леопарда выхаживают профессионалы, но даже им понадобилась помощь лучшего друга человека. В нашем случае намного проще стало благодаря собаке, потому что это, так сказать, некий заменитель мамы, потому что таких животных тяжело выкармливать. Леопарды практически не кушают из бутылочки. Если там тигры, львы, они проще к этому относятся. И их легче приучить к этому, то леопарды, они очень сложны в выращивании, в искусственном выращивании. Ну и необходимо все-таки и очень желательно иметь приемную мать. И она нашлась. Собака по имени Шерри как раз недавно родила, а значит, у нее начался период лактации. Теперь Стефане со своей сводной сестрой Багирой питаются материнским молоком, учатся играть и познают новый для них мир вместе, как умеют. Никогда человек не заменит сородича. Хоть и в виде собаки, но все же сородича. У них свои игры, у них свой режим дня. Они могут вместе проснуться поиграть, когда человек не всегда это может сделать. Потому что там заняты, да. Вот мы их покормили, она сходила в туалет, мы с ней провели время, и дальше они идут играть с щенком. Поэтому это даже намного лучше, чем она расслаба одна. К слову, это не первый случай в садгороде, когда детеныша леопарда воспитывает собака. Относительно недавно другого представителя кошачьих хищников, милашку, вырастил ретривер. Стоит ли говорить, что у милашки и Стефани одна и та же мать? По словам работников зоопарка, у нее попросту отсутствует материнский инстинкт. В природе такое, говорят эксперты, случается сплошь и рядом. Девочке леопарду Стефани сейчас всего месяц и несколько дней от роду, но она кушает уже каждые три часа. Вполне комфортно, чувствуя себя со своей мамой Шерри и сестрой Багирой. Да? Сейчас грозного хищника начали прикармливать. К материнскому молоку добавили козе, да еще и начали подсовывать кусочки мяса. Ветеринары уверены, леопард развивается нормальным и не по годам ловким. Кстати, Стефани научилась ходить совсем недавно, но сотрудники садгорода говорят, что уже через месяц она начнет прыгать не меньше, чем на два метра, без особого труда. Ну а Восьмой канал продолжает следить за судьбой маленького леопарда. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Далее о спорте. Дрифт гонки под проливным дождем. Этап РДС «Восток» прошел во Владивостоке. Уличные баскетболисты Приморья сошлись в популярном международном турнире. Страны АТР станут участниками уникальной парусной регаты. Все подробности у Максима Яковлева. Четвертый этап гонок РДС «Восток» прошел во Владивостоке. Опытные пилоты с разных уголков страны вновь соревновались в управляемом заносе на Приморском кольце. Всего на старт четвертого этапа вышли 27 пилотов. Но из-за дождя во время квалификации сразу несколько из них не сумели пройти в ТОП-16. Вдобавок в этот раз была немного изменена трасса, поэтому болельщики ждали сюрпризов в итоговых результатах. В финал вышли победитель предыдущего этапа и действующий чемпион РДС «Восток» Максим Сидых, а также Алексей Передирей. Совладать с проливным дождем смог именно Сидых, который по итогу двух заездов одержал вторую победу в этом сезоне. Максим со своей супругой Екатериной также в очередной раз стали лучшими и в командном зачете. Теперь у спортсменов впереди полтора месяца каникул, потому как финальный пятый этап РДС «Восток» пройдет только 2 сентября. Решающие гонки впервые проведет Хабаровск. Этап всероссийского турнира по стритболу прошел во Владивостоке. Уличные баскетболисты со всего Приморья сошлись прямо на центральной площади города, где вели борьбу за награды популярного в мире турнира «Рэдбул Рейн». Соревнования проходили по правилам ФИБА 3 на 3. Каждая игра длилась 8 минут с ограничением в счете в 21 очко. В следующий раунд проходила команда, которая заработала наибольшее количество очков по итогам трех встреч. Всего на соревнования во Владивостоке заявилось 32 коллектива. Игрокам приходилось бороться не только с соперниками, но и с палящим солнцем. После трех этапов и полуфинала максимальное количество очков смогли набрать только две команды – «Либерти» и «Ол-Ин». В решающей встрече между ними победу одержали все-таки старички местного стритбола – клуб «Либерти». Именно они будут представлять Приморский край на финальном этапе соревнований в Краснодаре 28 июля. Парусники со всего Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в соревнованиях во Владивостоке. Приморская столица готовится к проведению дальневосточной регаты учебных парусников. Уникальное мероприятие будет носить формат полноценного фестиваля, в рамках которого пройдут и спортивные состязания. Участие в них примут 10 учебных парусников из Индонезии, Японии, России и Южной Кореи, в том числе российский учебный парусник «Надежда» – самое большое по длине судна в составе флота. Стоит отметить, что сама регата стартует сначала в корейском городе Йосу 27 августа. Во Владивосток парусники прибудут 9 сентября. В нашем городе большой международный флот пробудет до 14 сентября, где успеет и посоревноваться, и показать свои красоты для жителей Приморья. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Суда обеспечения Тихоокеанского флота приступили к установке рейдового оборудования для парада кораблей ко дню ВМФ России во Владивостоке. По поручению главы региона Андрея Тарасенко в адрес правительства России направлено письмо с предложением освободить от корабельного сбора малотонажные и маломерные рыбопромысловые суда. Успешный опыт работы общественных наблюдателей на выборах президента России в марте текущего года будет перенесен и на региональный уровень на выборах глав субъектов и парламентариев. Напомним, досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. Оптимизировать транспортную систему Владивостока помогут исследования математиков ТВФУ. Проект также позволит производить объективную оценку экономических, экологических, социальных эффектов от различных транспортных проектов. Арт-этаж приглашает на выставку открытые системы. Владивосток стал городом, где проект завершает трехлетнее путешествие по стране. За это время выставка прошла в семи городах, а к первоначальному исследованию были добавлены 29 инициатив. 14-летняя Елизавета Рослик из Владивостока стала победительницей конкурса по направлению фэшн всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». А на сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное, Владивосток. В эти июльские дни жители Приморья развлекаются, что называется, на всю катушку. В списке и пляжи, и шашлыки, и марафонские заплывы, и регаты, и гастрономические фестивали. А вот энтузиасты со всего Дальнего Востока провели на территории этнографического парка под Уссурийском праздник с названием «Нормандские маневры». Реконструкцию раннего Средневековья с благородными рыцарями и прекрасными дамами смотрим прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok